как вы себя чувствуете спустя год иммиграции не знаю ахуй был просто все время еще бессонница кошмары культура искусства они сегодня оказались в эпицентре геополитического противостояния собственно с момента начала войны никакой речи о том что получится дальше мне что-то в россии делать не могло идти культура отмены превратилась в отмену культуры либо завербовать либо арестовать больше ничего не не умеют для большинства по отъехавших звезд россия не родина кормовая база значит надо методично отключать источники питания это история одной фотографии фотографии на которой марлен дитрих стоит на коленях перед неким пожилым мужчиной в черном костюме этот мужчина константин паустовский дитрих считала на рассказ паустовского телеграма вершиной мировой литературы на стыке биография самой марлен дитрих и рассказа паустовского телеграма главной героиней которого является так как катерина петровна уже старуха уже все давно на пенсию живущие в избе одна забытая всеми вот на стыке двух этих историй взялась если я марлен родился спектакль это вот такая литературная ассоциация есть прямая речь вот мы проводим такие вечера после всех этих трагических ситуаций пришлось все переделывать не до смеха сейчас больше просила аудитория стихи пастернак левитанский хотя бы вы гоголь и зощенко были особенно ранее произведение зощенко и довлатов заключительная глава из заповедника но главная задача была что обратиться в зал в мае 2022 года народный артист россии и лауреат государственной премии александр филипенко опубликовал у себя в фейсбуке пост с фотографиями вышиванки и цитаты из мертвых душ а про киев вспоминают только словами гоголя с каким-то неопределенным чувством глядел чичиков на дом и стены забор и улицы которые бог знает судил ли ему участь увидеть еще когда-либо продолжение своей жизни через девять месяцев актер решит не продлевать с контракт с театром моссовета а затем покинет россию теперь он живет в литве с женой и дочерью и мы посовещались и сашенька нам предложила сказала давайте приезжайте ко мне в один вечер собрались мариша любимая жена и две у нас собачки еще вот мы в пятером все чудно на балконе в вильнюсе сидим замечательно хотя так на свете счастья не то есть покой и воля совсем недавно филипенко выступил на сцене и рижского кинотеатра сплэнди со своим моноспектаклем в поисках живой души теперь концерты только для экспатов и русскоговорящей публики за рубежом тем временем оставшиеся у руля российской театральной сцены артисты безруков мошков миронов и прочие посещают оккупированный мариуполь выступают в военных госпиталях и на концертах в поддержку войны в украине в начале 21 века мы опять противостоим западу защищая русский народ и опять настойчиво напоминаем миру не воюйте с русскими в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения в украину в российских театрах начались массовые отмены спектаклей а сотрудники стали увольняться елена ковальская директор центра имени мирхольда написала заявление прямо 24 февраля ковальская родилась в украине в россии прожила всю сознательную жизнь мне звонит моя сестра по телефону и говорит лена не волнуйся дети в подвале илюша в очереди за бензином русские обстреливают киев следующий звонок был от моей руководительницы из департамента культуры которая сказала видимо я была 16 или 28 кому наговорит эту речь никто ничего не знает мы ни о чем не говорим что не комментируем мы просто занимаемся театром и я точно же позвонила маме коллегам и написала ей смс-ку потому что я увольняюсь сию секунду она ответила принято дмитрий волкострелов уволен с должности худрука центра имени мирхольда чулпан хаматова ушла из современника и покинула россию спектакли ивана вырыпаева сняли с репертуара после того как он объявил что передает гонорары в помощь украинским беженцам режиссера всеволода лесовского оштрафовали за дискредитацию армии режиссера сергея левицкого оштрафовали за дискредитацию армии из россии уехал кирилл серебренников я думаю что в первые же дни чиновники приняли решение что они не будут нас увольнять недовольных действиями российской власти в украине они будут нас подталкивать потому что мы увольнялись сами конечно мне говорили что ничего страшного тебя любят тебя не тронут но у меня уже в принципе ушло доверие к любым словам как бы после всего после этого феноменального обмана что войны не будет она случилась все их обещания и картины прекрасного светлого будущего они были менее интересны уже перед самым моим отъездом одна моя скажем так приятельница сказала что если я уеду то я не вернусь уже но она как бы честно говоря узнал о чем она говорила и вероятно она была права это спектакль который возник из последнего слова аллы гутникова повторяйте себе и другим 2 плюс 2 равно 4 черное это черное белое это белое в общем-то это абсолютно независимый такой проект о женщинах политзаключенных о свободе слова в россии о природе скажем так тоталитаризма это в общем-то какой-то жанр современной россии в котором человек действительно может говорить свободно в отличие от всех других мест максим деденко один из самых известных российских театральных режиссеров его спектакли номинировали на золотую маску премьеры приходили в главных театрах москвы от гоголь-центра до театра наций уже больше года деденко в германии нас любезно принял театр горького в берлине завтра будет пятый спектакль а послезавтра шестой вот но на этом наше взаимодействие с театром горького как бы заканчивается и далее мы как-то думаем куда его свозить возвращение в москву я это не могу представить вообще ни в каком виде не только потому что это там может плохо кончится я не выйду там или что-то а почему-то вот не хочу даже это вербализировать я просто вообще не могу представить что я сижу там в кофемане где-то там на покровке это то есть это какая-то это как детство знаете вот мы же знаем точно что мы не вернемся в детство никогда сила в силе сила в правде банально шопу поднял место потерял грубо это фрагмент из постановки 1914 режиссера александра молочникова она вышла в 2014 году быстренько убиваем всех немцев и по домам до полномасштабной войны он молодой перспективный ставил спектакли в том числе и в большом театре снимал кино и сериалы теперь америка нью-йорк и совершенно новый театральный нерусскоязычный мир за год жизнь поменялась полностью тотальная смена всего людей вокруг там место и когда я приехал я жил наверное первые два месяца как вот когда я выпустился из гитиса то есть группа города у меня была какая-то финансовая подушка скажу что был там какой-то ряд предложений сделать что-то для русскоязычной публики и я даже не 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 задумываясь отказывался потому что несмотря на то что это была бы возможность как сейчас в общем быстро условно заняться каким-то делом но это вот просто совсем не моя какая-то история потому что это что тут жил потому что у меня я гражданин америки мне вот прямо совсем не интересно работать на мигрантскую аудиторию теперь еще учусь колумбийском университете собираю спектакль который должен сделать надеюсь вот в этом сезоне но с грядущим встречаюсь там с артистами продюсер и так далее так далее так далее мне показалось что можно сделать так ли который будет называться стигал арт лабиринт то есть арт лабиринт в котором будет какая-то экспозиция очень разного современного искусства нью-йоркского в котором молодой художник то есть некий треплев или как там его будут звать теряется и ужас не в том что его там не понимают или или что-то запрещают а в том что наоборот можно все я слегка испытываю панику при очень мощной и милитаристской повестке которая начала присутствовать в россии в сентябре и усиливаться театральная компания александра кудряшова но мы еще просто трит артом занимаемся немножко в смысле не шучу пока мне казалось что типа сейчас мы как-то при помощи искусства чего-то сделаем я уже какой-то момент понял что у меня может быть и нет сил никого переубеждать и если кому-то все там сложно и неоднозначно но не настолько публичные люди не успевшие так громко себе заявить из россии пока испытывают большие трудности с работой молодой режиссер александр кудряшов который живет в тбилиси все что он сейчас делает он делает собственными усилиями сам себе выступая продюсером на каких-то маленьких площадках мне кажется неплохо вписывается степь норм или это слишком претенциозно ну слушай надо наглеть я занимаюсь независимым театром у меня своя театральная кампания называется театральная кампания александр кудряшова которая возникла в 2019 году поскольку мне было тесновато в государственном театре я решил делать что то что можно делать вне рамок государственного театра я уж я любовник ты хочешь быть любовь давай поменяемся раньше это было просто все для веселья а потом с наступлением полномасштабного вторжения мне казалось что надо что-то делать еще не молчать александр кудряшов представитель российского театрального андеграунда который разумеется тоже оказался вне закона кудряшов и раньше ставил независимые спектакли те что не вписывались в рамки государственной театральной повестки жизнь в тбилиси по словам кудряшова не так уж и отличается от его жизнь в москве я ощущаю себя с одной стороны гармоничный с другой стороны все думают что у меня очень классно все там типа с деньгами и со всем прочим это далеко не так я занимаюсь выживанием савва савельев в прошлом креативный продюсер шоу вечерний ургант и редактор журнала собака ru в последние годы ставил собственные спектакли в том числе и в гоголь-центре театра в прежнем виде нет а режиссер уехал из россии в 2023 году он представил новый спектакль я марле сорок первом году мы сдали в плен три миллиона человек мы сдали регулярную армию мы расстреляли на фронте один миллион человек на кипре мы 4 мая в лимассоле сыграли первый спектакль сегодня в риге показываем всего-навсего второй раз и на публику нам волнительно мы конечно же счастливы что большое количество людей в риге откликнулась на просто даже на наш анонс что мы едем сюда савва савельев эмигрировал не сразу после начала большой войны сначала ему нужно было завершить работу над спектаклем для гоголь-центра премьера состоялась в мае 2022 она поднялась и и стал 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 уходить на ходу шепчан я боялась что все снова началось а в июне в гоголь-центре прошел последний спектакль я не участвую в войне по стихам юрия левитанского он говорит нет войне мы победим слова ну я помню этот день когда набился зал там висели люди на люстрах стояли в проходах когда зал зашел лёша кабишев директор google-центра там был 15-минутная овация из зал стал потому что в какой-то степени в марте апреле мая работа google-центра уже была подвигом и те спектакли которые шли на сцене уже казались каким-то инопланетным явлением любой человек должен и вправе получать ту культуру которую он хочет иметь те культурные пространства которые отвечают его мировоззрение когда закрывают театр знаковый для определенной части москвичей для определенной части россиян это сигнал вам здесь не рады бог и центр закрыт гоголь-центр превратился в театр имени гоголя а его худрука алексей агронович и директора алексея кабишева сменили антон яковлев и александр бочарников открыто против войны не выступившие основатель театра кирилл серебряников уехал из россии в германии уже прошло несколько его премьер сотни молодых десятки именитых уехали но российские театры продолжают работать и мастодонты и относительно новые площадки региональные театры которые есть почти в каждом крупном городе никуда не делись на работу большинства из них война никак не повлияла спектакли идут зрители приходят вот только атмосфера внутри изменилась до 24 февраля мы могли не думать о том кого можно приглашать на работу а кого нет это не означает что мы могли делать все что угодно были ограничения связанные с некоторыми законами люди могли написать донос например за оскорбление чувств верующих но теперь у нас есть стоп-лист есть люди которые больше не смогут работать в театре них не может быть никакой публичной деятельности связаны именно с государственными институциями не может быть заказов от театров тем не менее русский театр остается аполитичным даже до войны политической повесткой занимались только люди из театра док и круг независимых художников и активистов сейчас это запрещено впрямую оставшийся сегмент который составляет 95 процентов нашего ландшафта это классические тексты или художественный образ метафора театр не стал институтом пропаганды и это в моих глазах заставляет уважать людей театра они не подвержены таким мощным метаморфозам как многие другие наши категории соотечественников он скорее ушел в такую скопистскую зону какой он был в 70-е 80-е в 90-е очень быстро был реконструирован из опух языка которым я только слышала я даже не застала при том что мне много лет старые мастера они очень быстро наловчились этим пользоваться этим языком а ты смотришь в большом театре важном театре спектакль который буквально резонирует сегодняшними событиями буквально неоновая вывеска на сцене горит упоминающий о том что речь идет происходит сегодня зрители в зале сидят сокают языками и кивают но в общем и не придерешься это классика поставлена классика слова не вымарана ни одного слова не вписано все вроде про сейчас и все звенит и дрожит в зале но при этом не придерешься и прокуратуру не вызовешь в россии отменяют спектакли с участием юлии аук департамент культуры москвы не продлил контракты с алексеем агроновичем и виктором рожаковым большой театр и театр набронной отменили спектакли александра молочникова московские театры обязали отменить спектакли дмитрия крымова в современники отменен спектакль первый хлеб с ли я хиджаковой театр имени ермоловой отменил премьеру спектакля олеси невмиржицкой по стихам современных поэтов в театре романа виктюка отменили все спектакли устроили мобилизационный пункт уехали люди которые определяли театральный ландшафт дмитрий крымов юрий бутусов кирилл серебряников максим деденко и ключевые фигуры мейнстримного российского театра сначала я написала отпуск за свой счет что я просто ухожу в творческий отпуск потом вышло интервью с катей гордеевой я не смогу называть войну какими-то другими словами буквально на следующее утро театр попросил написать заявление об увольнении по собственному желанию человек не хотела делать но так как я очень уважительно и бережно относилась к вити рыжаков у которой была непростая ситуация я потому что я не буду не буду никому создавать сложности через какое-то время театр выпустил информацию что хаматова уволилась и в каком-то таком ключе что бросила театр это меня обидело потому что я это сделала чтобы не создавать театру проблема вывернули это так но плюнула в общем потому что ну ладно если у них там есть шанс как-то продолжать дальше работать пусть работают случайно сложилось что я вернулся на один день в москву сделать один небольшой там перформанс и приехал вот вы не поверите 23 февраля я прилетел и 24 февраля должен был состояться перформанс но как мы знаем перформанс произошел совсем другой он до сих пор происходит но я сперва улетел в дубай потому что уже ничего не летал и потом вернулся в берлин и собственно вот здесь как-то осел я понял что глобально кроме театра я ничем заниматься не не умею у меня было очень заманчивое предложение работа грузчиком разгружать квартиру умерших в берлине людей вот за 10 евро в час вот но первое что мы сделали мы с пашкой семченко из театра ахе в дрездене сделали уличный перформанс между трамвайной остановкой и входом в супермаркет такой антивоенный да никакого плана не было как и у большинства не было никакого абсолютно плана в израиле оказалось огромное количество ребят которых я знал по москве этой режиссеры это художники-постановщики это очень много киношников актеров актрис замечательных и конечно все встречались обнимались и было радостно что мы все-таки оказались ну не одни скажем так не одни мне первые месяцы помогали друзья снимать квартиру в риге потому что у меня не было денег и это что я успела там наснимать в эти истерические три дня перед закрытием русских карточек не понимала что я не смогу содержать себя и своих троих детей и ну так чтобы снимать квартиру в риге а без квартиры в риге тоже было невозможно потому что ребенок пошел в школу я начала работать и дом который я построила в лесу он очень далеко невозможно жить там и приезжать в школу я начала зарабатывать и в общем могу сказать что в смысле бы там ну конечно не так как было в москве но нормально я еще так сказать как 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 модно говорить администрации президента не разобрался в ситуации и не понял что это все-таки миграция они поездка поучиться потом постепенно стало понятно как там условно за квартиру платить и постепенно вообще честно говоря конечно еще не так но в общем-то жизнь очень похоже на то которая была в москве ваши спектакли в московских театрах продолжают сейчас у меня не идут потому что там нет моей фамилии но вообще если я правильно помню девятнадцать четырнадцать в мкт чеха вот честно говоря мы поставили вот да и я там вроде бы его ставил насколько я помню но написано режиссер режиссер поэтому в этом смысле потом балета был чайка вот мы даже золотую маску за него получили но можно сказать и не не я стал уже мне кажется неважно сейчас театрах есть негласные а порой и четко сформулированные правила о том что можно и чего нельзя говорить в публичном пространстве актеры и другие сотрудники в особенности те кто придерживается антивоенной позиции боятся доносов и увольнений даже сейчас я разговариваю с вами боюсь ляпнуть что-нибудь лишнее не потому что я вам не доверяю а потому что кажется что может прилететь с разных сторон за все что угодно и что не дай бог ты своими словами кого-нибудь подставишь создашь кому-то лишние проблемы а когда началась война артистов просили ничего не писать соцсетях изнутри конечно пытаются всех спасти и прикрыть но все равно со словами вы же все все понимаете зигучих театров не так много как и зигучих людей есть небольшое количество людей которые против войны небольшое количество людей которые за войну и огромное количество людей которые хотят чтобы их не трогали те кто хоть как-то публично высказывается против войны либо уволены либо подвергаются давлению со стороны руководства это происходит и в региональных театрах На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра. Меня унижают, лишают работы, лишают денег. Я не хочу с этим мириться, но у меня уже больше нет сил и больше нет выбора. Вячеслав Михайлович Диченко, Наталья Николаевна, Светозанова. Эти люди виноваты в моей смерти. Спустя больше года после начала полномасштабной войны актер русского драматического театра имени Бестужева «Вулан-Удэ» Артур Шувалов заявил, что администрация буквально пытается его выжить. Все началось, по его словам, с увольнения художественного руководителя Сергея Левицкого из-за антивоенной позиции. В первую очередь это такой большой крик о том, о чем вообще уже невозможно молчать. Естественно, у меня не было мыслей о самоубийстве. Я понимал, да, как бы всю опасность и всю ответственность. Когда я понял, что все, мы уже дошли до конца, дальше уже некуда, я совершил то, что я совершил. В Минкульте Бурятии после акции Шувалова официально заявили – здоровью артиста ничто не угрожает. И напомнили, что накануне он отказался участвовать в организации концертов перед ранеными в госпитале, а до этого срывал баннеры с буквой «З». О давлении на Шувалова и актрису Светлану Полянскую, которая также работала в драмтеатре, рассказали и бывшие коллеги артистов. Артура лишили новогодней премии, которая составляла существенную часть его зарплаты. Спектакли с его участием отменяли. На новые роли его не брали. По моему мнению, это был единственный способ обратить как-то внимание на проблему. Хотя многие Артура осуждают до сих пор. Травлю Шувалова, как утверждают сотрудники театра, организовали художественный руководитель Вячеслав Дьяченко и директор Наталья Светозарова. И бороться с таким давлением было невозможно. Вот я вот такой вот, что называется, бузатер, да, как кто-то говорил, по-моему, в свое время. И я разрушаю дисциплину, и нужно меня убрать из театра. Через два дня после акции сотрудников принудительно, с помощью полиции, вывели из здания театра и запретили возвращаться. В тот вечер должна была состояться премьера спектакля с участием актеров из Москвы. Худрук предложил тем, кто поддерживает Шувалова, самоустраниться, чтобы, цитата, не портить настроение московским артистам. Нет, пока не будет официальной бумаги, мы имеем право находиться на рабочем месте. Не имеете. Имеем. Где бумага? Где бумага? Что вы меня пихаете? Зачем вы меня трогаете? Свои либеральные штучки. А при чем здесь? При чем здесь либеральные штучки? Я говорю, что вы как художник. По завету самого Дзьяченко теперь театр нацелен на постановки, цитата, попроще и попонятнее обычным людям. Кроме того, актеров регулярно обязуют участвовать в мероприятиях в поддержку так называемой СВО. Театр – это еще кафедра. Кафедра развития чувства патриотизма. Никуда от этого не денешься, когда я говорю о патриотизме. И сразу у меня генетически работает 9 мая. Поэтому у меня такой момент всегда – глаза на мокром месте. Сейчас театр – это не храм искусства, а храм пропаганды. Постоянно предлагают скинуться на квадрокоптеры, какие-то пронежилеты, на лечение раненых. Как будто нет других проблем в регионе, которые нужно решать. Я слышала, что 10% от зарплаты работников театра хотят снимать на благотворительную помощь СВО. Раньше это было по желанию. В новом сезоне хотят сделать это автоматически. Нас даже об этом не известили. Помимо Артура ушло несколько ведущих актеров. Актеры уже написали письма в вышестоящей инстанции с ультиматумом. Если Дьяченко не уйдет, если после летнего отпуска они увидят Дьяченко в театре, то хором пишут заявление на увольнение. Зритель, знаете, он меньше всего любит умную режиссуру, так я вам скажу. Простой зритель, им нужно рассказать хорошую историю, вкусную историю, интересную, чтобы он втянулся, сопереживал артистам. Своим действием подавал доверие к проведению специальной военной операции, а именно 29 марта 2022 года разместил в социальной сети интернет публикацию специальной военной операции на Украине. Уволенный еще в начале войны и дважды оштрафованный за дискредитацию армии режиссер Сергей Левицкий теперь работает в Казахстане, в Театре юного зрителя. Актер Артур Шувалов уехал в Грузию. Появилась небольшая подработка, я веду актерские тренинги. Я пока живу в шелтере, ищу вариант с квартирой, где можно будет снимать за приемлемую цену, потому что цены все равно, ну, как по мне, кусаются. Я не столь богатый человек, да я не богатый вообще человек. Август 2023. День флага России. В Театре имени Бестужева торжественно поднимают триколор. Режиссер Юрий Бутусов покинул Театр имени Вахтангова и уехал из России. Золотая маска 2023 объявила номинанта в премии без имен режиссеров и драматургов. Актеров Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. Фонд худрука Театра нации Евгения Миронова передал Мариупольскому драмтеатру оборудование на 8 миллионов рублей. Министерство культуры не продлило контракт с художественным руководителем БДТ имени Товстоногова Андреем Могучим. В Санкт-Петербурге опечатали малодраматический театр. В феврале 2023 года разразился громкий скандал с участием театра «Современник». Народная артистка России Илья Ахиджакова лишилась своей последней роли в театре, где проработала 46 лет. Ахиджакова свою антивоенную позицию не просто не скрывала, а высказывала публично. Позвонил директор театра Юрий Кравец. Сказал, что театр охвачен ужасом. Его завалили письмами. Ну как это раньше говорили? Возмущенных трудящихся. Они требуют, чтобы с прославленной сцены убрали русофобку Ахиджакову. Департамент культуры якобы тоже завалили. Поэтому и он тоже откликнулся. Давление на Ахиджакову началось еще до полномасштабной войны. Летом 2021 года на театр написали несколько доносов. Авторство в том числе организации «Офицеры России». Тогда «Современник» обвинили в том, что в постановке «Первый хлеб» присутствуют оскорбления ветеранов. Лея Ахиджакова играла в спектакле одну из главных ролей. Бабушку молодого человека, который уходит на войну. Активисты прокремлевского движения «Серб» пытались сорвать спектакль. Но тогда это не удалось. Скажите, пожалуйста, а вы пытались текст пьесы сами прочитать? Понять, о чем она? Там текст очень любопытный. Вы его читали? Текст, понимаете, теряется на поле того, когда двое мужчин целуются на сцене. И не важно, как это в тексте. Вы там еще работали в «Современнике» на тот момент. Труппа или вы, или как-то вы все вместе пытались повлиять на эту ситуацию? Какой смысл менять ситуацию в виде внешнего давления? Чтобы писать этим ветеранам войны. Ну, кому-то не понравился спектакль, ну, отлично написали. Спектакль же шел, зрители были довольны и благодарны. Поэтому мы не обращали на это внимания. После 24 февраля спектакль «Первый хлеб» из репертуара театра убрали. И вот она как раз тоже в одном из интервью рассказывала, что когда случился скандал уже с спектаклем «Ограф Джинн», никто из труппы ее не поддержал. Я не понимаю этого. Ну, может быть, и счастье, что меня там нет, потому что, ну, я не знаю, сложно говорить, конечно. Я приняла решение уехать именно потому, что я не могла себя представить в такой ситуации. Просто не могла. Опять там ходить обвинять кого-то скучно и не хочется. Но как бы я ее не понимаю. Может быть, когда-нибудь придет время, и если мы еще сможем подать руку друг другу и вообще как-то поздороваться, может быть, мы сядем и обсудим, что происходило. Может быть, я чего-то не знаю. Сейчас вы с современником ни с кем не общаетесь? Нет. Это неправда, что он меня ненавидит. Неправда. Не так это. Не так. Не так. После отмены спектакля «Игра в Джинн» Лия Ахиджакова уволилась по собственному желанию. Правозащитница Зоя Светова, режиссер Кирилл Серебренников и «Новая газета» провели акцию в поддержку актрисы. Ей написали письма со словами благодарности тысячи зрителей. Сейчас актриса по-прежнему живет в России. Летом 2022 года в Театре имени Ермоловы отменяют спектакль «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. За день до этого Глуховского объявляют в розыск. На него заведено уголовное дело о распространении фейков, пророссийскую армию. Осенью в Театре еще одна отмена. Снимают премьеру спектакля Олеси Невмержицкой по стихам современных поэтов. Примерно в то же время на сайте Театра Ермоловой появляется публикация о том, что худрук Олег Меньшиков и представители Следственного комитета заключили соглашение о сотрудничестве. Контракт не со Следственным комитетом, а с культурным центром Следственного комитета. А если у них возникнут какие-то, у культурного центра, какие-то праздники, творческие какие-то, то мы им в этом поможем. Или же они захотят пойти в театр, и мы им предоставим, естественно, квоту какую-то мест. Как стало известно Дождю, в соглашении действительно прописаны только условия, на которых сотрудники Следственного комитета могут посещать театр. Вопрос о том, зачем было публиковать на сайте заведомо скандальную фотографию, остается открытым. Ох, я чувствую, смерть приближается, кажется мне, как же сладко она называется, только слушайтесь, как называется. Актеры Дмитрия Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву, уволили из МХТ имени Чехова в феврале личным распоряжением худрука театра Константина Хабенского. А днем он перезвонил, к сожалению, сделать ничего не могу, вам нужно уволиться. Или они у меня заберут бронь на 29 человек. Как заберут бронь? Нет, вы что? Нет, лучше мы уволимся, никто не пойдет убивать за наш счет. Хотят ли русские войны, нас не спросили, а должны, нам не отмыться никогда от вони липкого стыда. Спустя несколько месяцев в эфире ютуб-канала Игоря Нолгрэм Назаров с женой заявили, что информация о спасающем актеров от мобилизации Хабенском оказалась ложью. Он сохранил труп, он сохранил театр, он ради этого избавился от нас. Есть люди, которые потеряли адекватность, и мы не поддерживаем отношения. И даже попытки как-то простого доверительного разговора тоже не получаются. Но они не были близкими, к счастью. А с людьми близкими мне важно, мне важно быть рядом с ними, мне важно, чтобы они чувствовали мою поддержку и мою любовь. И я нисколько не сомневаюсь в их благородстве. И понимаю, что они заложники, и им очень-очень непросто. Евгений Миронов. Разговаривали вы с ним после начала войны? Да. Как вы отнеслись к его поездке в Мариуполь? Я не знаю, что за этим стоит. Готова буду обсудить все это, когда Женя сядет здесь рядом, и мы втроем поговорим и обсудим. Пока такой возможности нет. Творческие люди очень импульсивные люди. Они очень часто реагируют моментально, секундно. Сейчас такое количество вал информации абсолютно с разных сторон. Но когда ты приезжаешь сюда и вижу своими глазами, это совсем другое дело. Евгений Миронов, художественный руководитель Театра наций, после 24 февраля подписал антивоенное письмо. Однако через несколько месяцев поехал в Мариуполь. Я не могу себя поставить на место ни Евгения Миронова, ни Константина Хабенского. То есть я убежден, что это люди, которые сейчас находятся в расщепленном состоянии. Их действия, которые они предпринимают. Я не общаюсь с ними, я не знаю, чем они руководствуются. Дай бог, если окажется так, что они знают гораздо больше, чем знаем мы с вами. И они для себя отвечают четко на вопрос, почему они поступают именно так. Во второй половине апреля 2023 года Малый драматический театр, Театр Европы, перенес спектакль «Гамлет» с участием Данилы Козловского. На актера написали донос в Генпрокуратуру за так называемую дискредитацию российской армии. Сделал это профессиональный стукач Виталий Бородин, который до этого писал кляузы и на Лилию Ахиджакову, и даже на Аллу Пугачеву. А 5 мая 2023 года здание Малого драматического театра опечатали по решению Роспотребнадзора. Позже Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал МДТ на 15 тысяч рублей, как рассказали в пресс-службе суда за нарушение санитарных норм. В своем доносе Виталий Бородин ссылался на антивоенный пост Козловского от февраля 2022 года. 15 мая актер сообщил, что уходит в творческий отпуск до конца года. «Гамлета» и «Коварство и любовь» с участием Козловского отменили. Малодраматический театр Льва Додина – это такой прекрасный осколок прекрасного прошлого. Это один из последних авторских театров в полном смысле слова в России. То есть такой театр, где есть один лидер, на котором все держится, который задает всему этому смысл. С одной стороны, вполне традиционный для России, такой психологический, нарративный, повествовательный театр. А с другой стороны, он очень современный, очень точный, очень изобретательный. Что, например, Додин делает с Чеховым или что он делает с Шекспиром – это очень неожиданный Чехов-Шекспир. У МДТ тоже все более-менее неплохо, но два спектакля они не могут играть. Конечно, это трагедия для театра – терять спектакли по такой идиотической причине. Театр – это место эскапизма. Туда, как и в 90-е годы, бегут для того, чтобы скрыться от этой реальности, чтобы пожить три часа в какой-то вымышленной, иной реальности, которая лучше, чем та, что за дверью. У Театра Российского сегодня есть финансовый ресурс, человеческий ресурс, но нет такого ресурса, как свобода, для того, чтобы он мог как-то активно, внятно развиваться. Но он будет жить, как и в разные времена. В театре будут очаги свободы, честности. Каждый зритель может найти какое-то свое место, найти свой театр. Другое дело, что невозможно организовать сегодня навигацию по таким театрам. Если ты пишешь про неконвенциональный театр, какие-то честные вещи, про честный театр, то это похоже на донос в прокуратуру. 4 мая 2023 года в Москве задержали режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петричук по делу о публичном оправдании терроризма. Дело завели из-за их спектакля «Финист Ясный сокол», в котором рассказывается о женщинах, решивших отправиться в Сирию за мужьями-исламистами. Спектакль вышел в 2020 году и получил две золотые маски. Так прошло три года. Постепенно он начал говорить об исламе. Сначала время от времени, а потом все чаще и чаще о другом говорить отказывался. Мне нравились эти идеи. И тогда я решила принять его религию. После начала полномасштабного вторжения Беркович жила и работала в России. Режиссерка писала стихи про войну. Много и откровенно. Где он был эти восемь проклятых лет? Где-то, где нет войны и азовской стали. Где-то, где бегают кошки, течет ручей. Где-то, где нет бурятов и москвичей. Там, где не страшный лес и на завтрак манна. Там, где нет ни взрывов, ни палачей. Там, где можно неслышно смотреть с небес, как еще идет в живую школу. Живая мама. Средний может скрыться от органов свидетельственного следствия суда. Может продолжить заниматься преступной деятельностью. Может звонить свидетелей к изменению или отказу показаний. Создать ложные доказательства невиновности. Либо иным путем выступляться в производстве по главным делу рассмотрения его судом. Суббина Петричук в совершении инкриминированной идеи не подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. Показаниями свидетелей, подозреваемых, обвиняемых результатами ОРД. Беркович и Петричук сейчас в СИЗО. Им грозит до семи лет лишения свободы. Театр в России сейчас обескровлен и запуган. Его обескровила эмиграция, его запугала власть и продолжают пугать. Новое театральное дело против Жени Берковича и Светланы Петричука – это один из элементов. После этого дела совершенно гарантированно никто из тех, кто продолжает жить и работать в России, не посмеет ничего сказать, написать. Вы допускаете возможность, что вы можете никогда больше не вернуться в Россию? Да. Ну, я понимаю, что это может быть, да, это может быть. Дальше я перестаю рефлексировать, потому что дальше мне будет тяжело, мне будет плохо. Я начну что-то перепрограммировать в своем сознании, оправдывать свой поступок, винить тех, кто остался, хвалить себя, потому что мне надо будет оправдать этот поступок. И вот туда, вот в эту муть я уже ходить не хочу. Да, я допускаю такую мысль. Это все, все, что происходит, это все страшно. Страшно здесь, страшно там, еще страшнее в Украине. Как бы это все тотальная трагедия. Замки из песка, которые непонятно для чего строить. Для чего строить. Все мы живем ровно сегодняшним днем и ровно тем, что мы в течение этого дня делаем. Вот сегодня мне есть чего делать. Чем заняться. Это уже хорошо. У меня пока на этот счет нет эмоций. Бывают дни, когда я вспоминаю свою деревню, бабушку, поселок. Мне хочется в трудные минуты иногда там оказаться, но то, что меня охватывает в данный момент в эмиграции, это всего лишь ностальгия. А ностальгия такая штука, которую за хвост не поймаешь. И если осенью я думал, что все это лет на 10, то сейчас я даже допускаю, что может быть никак, а у меня не получится сюда вернуться. Хотя вроде мне 30 лет, но я как-то себя научил спокойно к этой мысли относиться. Она меня не мучает. Несмотря на то, что я безумно люблю Россию и скучаю там по Петербургу. Я и себе говорю, не печалься. Все это было, бывало. И вот обошлось, миновало. Что я прошел через Хрущевскую перестройку, далекие 50-е, 60-е. Так же, как 21 августа 68-го года танки идут по Праге. Вот был удар для нашего поколения. Так и 19 августа 91-го года. А если кто-нибудь мне в 81-м сказал, что будет в 91-м, я решил, что я разговариваю сумасшедшим. Я скучаю там по своим родным, но не по местам. И с 2004 года я здесь, в Германии, жил и работал в театре «Дерево». И тоже с ними беспрерывно путешествовал по свету. И как-то мне всегда было интересно увидеть мир. Мир такой разнообразный и такой интересный. При этом можете ли вы сказать, что вы чувствуете свою востребованность в Берлине сейчас? Нет, вот, кстати, как раз в Берлине я вообще востребованность не ощущаю совсем примерно никакую. Но у меня есть какие-то всякие разные проекты за его пределами, скажем так, и в Германии, и в других разных странах интересных. Черняков ставит «Войну и мир» на главной сцене Венской оперы. Бросить эту ненужную роскость. Если в ней стоит чего-нибудь, то только из-за того наслаждения, с которым от этого можно отказаться. Я был на спектакле гигантском, просто суперуспешном лондонском спектакле, где герои Березовский, Путин, Литвиненко, Абрамович. И, кстати говоря, я не могу вам сказать, что это было очевидно антипутинским спектаклем. Я был на спектакле по поэтам Серебряного века. И видно, что актеры пытаются понять, кто такой Мандельштам, кто такой Есенин. Мне кажется, это изумительно. Пока моя антивоенная позиция на работе в театре никак не сказывается. Но думаю, что это только пока. Сам уходить я не собираюсь, но могут быть варианты, при которых руководство театра будут настойчиво рекомендовать меня уволить. Дважды у меня было активное желание уехать, но каких-то конкретных действий я не предпринял. Не знал, чем я смогу быстро заняться в другой стране. Какие-то театральные коллективы выезжали в полном составе со своими учителями и руководителями, и, наверное, там чуть больше надежд. В моем случае я не понимаю, где я могу пригодиться без знания языка в нужном объеме. Но у меня не было идеи уехать, потому что я жила с мамой, которая была тяжело больна, и она умерла в январе, в день, когда бомбили ее родину, бомбили Днепр. И она ушла. Здесь в моей квартире стоит по-прежнему ее кровать. Я наполовину украинка, и я остро чувствую, что происходит. Интимно переживаю эту войну, потому что вся моя семья в Украине, в России нет никого, кроме кошки, из моих близких. Но я гражданка этой страны, я гражданка России. Я всю сознательную жизнь работала здесь, я платила здесь налоги, и я участвовала в формировании этой культуры. Она моя, она не дядя, она не тетя из департамента культуры, она не принадлежит Ольге Любимовой, руководителю Министерства культуры. Она моя, я ее часть, а она часть меня. И поэтому бросать свое. Почему? Почему я должна это кому-то отдать? Кому? Дяде? Мерзавцам? Нет. И культура, я включаю в это определение и потребителей культуры, аудиторию. Почему я должна быть с ней разлучена? Почему они должны остаться без крох того театра, который мне кажется содержательным, важным и способным изменить жизнь людей к лучшему? Я дома, и никуда отсюда не свалю. Просто потому, что это мой дом, и я его люблю. И буду его сохранять для себя и своих детей. Почему я должна была уехать? Чтобы что? Мой дом и мое дело тут. Может у меня не быть позиции? Или может их быть сразу несколько? Я дружу одновременно с приверженцами и той, и другой стороны. И никого не осуждаю. Надо сохранять внутренний анархизм и свободу. А все остальное – политика и поебень. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку каждый выбирает для себя. Рвусь из силу И из всех сухожилий, Но сегодня Опять как вчера Обложили меня, Обложили, Гонят весело На номера. Идет охота на волков, Идет охота На серых хищников, Матерых и щенков. Кричат загонщики И лают цитерфоты, Кровь на снегу И пятна красные флажков.